В программном обеспечении TeachInfinity есть обширный набор перьев, который может использоваться для решения различного рода задач. Давайте познакомимся с ним поближе. Для того, чтобы получить доступ к инструментам группы Перо, необходимо дважды нажать на пиктограмму Перо. Вы увидите, что в нашем распоряжении есть 10 видов перьев. Познакомимся с каждым из них. Первый инструмент – это маркер. Он имитирует написание заметок обычным маркером на белой доске. Вы можете выбрать цвет маркера, толщину, а также тип начертания. Следующий инструмент – это инструмент распознавания фигур. С помощью этого инструмента вы можете нарисовать от руки геометрическую фигуру, и она будет автоматически преобразована в наиболее подходящий для этого объект. Вы можете распознавать треугольники, эллипсы и прямоугольники. Также у пера распознавания фигур можно менять контур распознаваемой фигуры и толщину этого контура. Следующий инструмент – это маркер выделения. Посмотрим, как работать с ним на примере. У нас есть задания, в котором необходимо найти слова, расположенные по вертикали или по горизонтали, и в каждом слове обязательно участвует картинка. Для этого мы выбрали инструмент выделения. Мы можем менять прозрачность выделения, а также толщину маркера выделения. Ищем слова. Рисование. Учительница. Темнота. Вы видите, что это перо является полупрозрачным, то есть оно будет просвечивать те объекты, которые находятся под ним. Следующим инструментом, с которым мы познакомимся, является лазерная указка. Для работы с ним необходимо обвести ту область, на которую вы хотите акцентировать внимание. Например, еще одно слово в нашем кроссворде, и оно будет мигать до тех пор, пока вы не нажмете в пустом месте, или не будет выбран другой инструмент. Следующий инструмент – это инструмент кисти. Он имитирует рисование кисточкой с красками или пастелью, и вы можете создавать действительно качественные и интересные рисунки, воспользовавшиеся творческим талантом своих учеников. Следующий инструмент в группе – это инструмент перо жестов. С его помощью вы можете перелистывать слайды, удалять объекты, вы можете акцентировать внимание на объекте, нарисовав эллипс и включив режим подсветки, а также увеличивать ту или иную область, нарисовав прямоугольник. Изменяйте кратность увеличения, изменяйте размер окна лупы и, передвигая за внутреннюю область, рассматривайте разные части картинки. Визуальные подсказки помогут вам определиться, какой жест необходимо нарисовать для того, чтобы выполнить то или иное действие. Следующий инструмент этой группы – это инструмент распознавания рукописного текста. На данный момент вы можете распознавать текст, написанный на английском, корейском, китайском, испанском, немецком и французских языках. Также можно выбрать время распознавания, цвет текста, его начертания. А далее, для того, чтобы распознать рукописный текст, достаточно написать его в любом месте слайда. Через некоторое время распознанный текст появится на экране, и вы сможете работать с ним, как с обычным объектом. Следующий инструмент в этой группе – это текстурное перо. Оно позволяет рисовать перо с установленной или собственной текстурой. Вы можете регулировать толщину пера и выбирать текстуру, которую хотите использовать. Также вы можете загружать свои собственные изображения и использовать их в качестве текстуры. Если изображение достаточно большое, то можно, например, попросить учеников угадать, а что же вы будете изучать на этом уроке, и постепенно открывать изображение, стирая его на экране. Следующий инструмент в группе – это бамбуковая ручка. Она также известна как каллиграфическое перо и имитирует рисование перьевой ручкой. Пользователь может выбрать цвет пера, толщину, а также установить наконечник пера. Это перо удобно использовать при изучении правильного написания букв или, например, на занятиях по иероглифке. И последний инструмент в этой группе называется штамп. Его можно использовать для голосования, для пометок, просто как инструмент награждения или поставления отметки. В частности, здесь мы имитируем голосование, какие же планы у нас будут на каникулах. Пойдем ли мы вместе в кино, устроим ли интерактивный квест по городу, или просто проведем тематическую вечеринку в классе. После этого мы выбираем инструмент штамп, выбираем тип штампа, и все ученики выбегают и голосуют за тот или иной пункт. Тот пункт, который наберет наибольшее число голосов, и будет победителем. Это удобно также в другого рода голосованиях, или, например, при выборе лучшей темы проекта. Простой и удобный инструмент для работы. Подведем итог. В группе перо содержатся инструменты 12 различных видов. В большинстве случаев вы можете менять цвет пера и толщину. Остальные настройки регулируются самим типом пера. Не бойтесь экспериментировать и использовать их на своих занятиях. Желаем удачи!